Доброго дня, друзья! Это паломники онлайн, новый проект телеканала «Союз», который милостью Божией и вашими молитвами осуществляется непосредственно на Святой Земле. Рядом со мной хорошо знакомая и любимая вами Анна Мусан-Леви, наш постоянный проводник по Святой Земле, гид паломнической службы «Радонеж». Мы находимся на территории Спаса Вознесенского женского русского монастыря. Он расположен на горе Елеон. За нашей спиной часовня, где произошло величайшее в истории христианства событие. Аня о нем расскажет гораздо лучше меня, я передаю ей слово. В этой часовне находится место первого обретения честной главы святого Иоанна Предтечи. Мы с вами знаем, что их было три обретения. Однако, на самом деле, в истории их было четыре. Первые два произошли вот здесь и были Церковью Святой объединены в одно праздничное событие. И, что удивительно, глава была найдена абсолютно в одной точке с интервалом в 200 лет. Первое обретение произошло во II веке. Подвижник Иннокентий приходит на Елеон, чтобы строить себе келью. И когда копает фундамент, он обнаруживает сосуд с главой. И не знает, чья это глава, ему во сне является святой Иоанн Предтеча, говорит, что это его честная глава, и Иннокентий строит первый вообще в истории на Елеоне храм. Еще до царицы Елены, естественно, да, II век. И вот у Иннокентия не было монастыря, не было учеников, он был один. И уже когда он состарился, видя, что начались гонения на христиан, период мученичества, он решает главу снова закопать в землю, спрятать ее здесь. И вот пройдет 200 лет, уже изменится историческая вся обстановка. На смену языческой Римской империи придет царь Константин Великий, будут рушиться капища, строятся храмы. И вот два монаха из Сирии придут поклониться животворящему древу Креста Господня. Иоанн Предтеч является им во сне и просит их, пойдите на Елеон, указывает точно место, вот именно это место, и заберите мою главу с собой в Сирию, что они и делают. Таким образом, вот в этой ямочке дважды была обретена величайшая святыня, глава Иоанна Предтеча. И оба эти обретения мы называем первое обретение главы. Второе было, как известно, потом в Сирии, а третье в Абхазии. Что интересно, каждое обретение имело особое значение для церкви. Ведь как мы пройдем в тропаре обретению, что Иоанн и по смерти проповедует покаяние. И вот каждое обретение его главы было проповедью этого покаяния в момент, когда церкви-то было особо нужно. Но во втором веке период мученичества, это нужно было как поддержка, что и я умер как мученик, да, не унывайте. В четвертом веке тонус духовный сильно упал, как это часто бывает, когда можно молиться, храмы открыты, люди расслабились уже, Византия была очень богатой. И вот опять покайтесь, приблизилось будет Царствие Небесное. А третье обретение уже было в период иконоборчества. И, соответственно, опять же, это было укреплением веры. Так что вот такие места у нас есть. Про третье, Аня, я хочу добавить. Мы, когда были в Абхазии, мы с трудом нашли человека, который вообще знает, что у них есть селение Каманы. Это было, правда, достаточно давно. Потому что это селение, с него началась вот эта Абхазо-Грузинская война, оно было стерто с лица земли. Но это место совершенно удивительное. Место третьего обретения главы Иоанна Претечи. Место, где отошел ко Господу Иоанн Златоуст, гонимый в ссылку. И несколько лет там лежали его мощи в раке, потом были уже перенесены. И мученик Василиск там же окончил свою жизнь. То есть это фантастика, вот это средоточие святынь. Но я хочу сказать, что к месту третьего обретения главы Иоанна Крестителя, пока мы шли, там такая лестница в небо, я только и думала, так, с нами батюшка, если что, он сейчас исповедует и отпоёт. Потому что на самом деле вот этот разреженный горный воздух уже тяжело. Но слава Богу, и там совершенно, опять-таки, чудесное знамение Господь явил, потому что там глава Иоанна Крестителя, она нерукотворный барельеф вот в этой скале. То есть никто бы туда не полез и высекать бы не стал, да ещё и поддерживать вот так, чтобы все эти черты сохранялись, ну просто никто бы не стал этим заниматься. И вот это просто удивительно, что сейчас мы находимся, вот, встретились. И нам не нужно по лестницам лазить. Здесь вот очень просто можно зайти. И очень, кстати, благодатная помощь. Я вот скажу, что я как-то, знаете, так относилась немножко как к бабушкиным сказкам насчёт того, что вот от головной боли-то помогает. Но, знаете, мы не очень любим вот тому молись от зубной боли, тому от головной. Пока Господь не попустил мне в крестном монастыре с группой, будучи уже, казалось бы, опытный гид, я распрямилась там очень низкий вход и треснулась головой так, что у меня искра из глаз, а начало рабочего дня, и к вечеру, когда мы доползли сюда, я уже чувствовала себя очень дурно и поняла, что я сейчас, по-моему, у меня с трясением мозга. И я, просто рыдая вот в эту ямочку, свою дурную голову опустила, и наутро я встала живая и здоровая, как будто я вчера и не ударялась. И прошла боль, и головокружение, и подташнивание, и всё. То есть я и с тех пор, я не сомневаюсь. Анечка, спасибо большое. Друзья, ну и напоследок мы пройдём в часовню, приложимся к месту обретения главы Анны Крестителя. И вы с нами. Пойдёмте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»